Революция, вот все эти особняки, дачи русской аристократии строились на уровне 140-200 метров над морем, потому что именно на этой высоте соединяются воздушные потоки, морские бризы поднимаются, а горные фитонцы доспускаются и объединяются в кислородный коктейль. Работаем, работаем. Где встретятся гражданину России из Петербурга и гражданину США из Боссона? Только в Ялте. Сегодня у нас персональная экскурсия для... Иди покажись, мы покажем вот этот лысый бомж. Здравствуйте, все. Молодец, мальчик, все хорошо сделал, можешь выйти из кадра. Специально прилетел из Бостона и для него экскурсия. Катя, для которой я придумал слоган The Sun Shines Brightly, потому что это Катя Солнце. Да, самый солнечный гид Ялты, и мы в Ялте в феврале. Там в Петербурге плохо, здесь хорошо. Ну, Катя, тебе, собственно, и слово. Спасибо, Паша. Когда ты сказал, что хотел бы посмотреть, какая она современная Ялта, какая динамика, я, поскольку историк, подумала сразу о дореволюционном периоде. Но у нас есть уникальный объект новый, это новая набережная, где можно проследить как дореволюционный период, так и советский, современный. Мы пройдемся по набережной 2019 года и по Приморскому парку. Пойдемте, да. Веди нас, гид. Это набережная, по которой еще не водят экскурсии, потому что она не обросла популярностью. И начинается новая набережная буквально от гостиницы «Арианда», которую мы видим с правой стороны. Культовая гостиница, многим известная по фильму «Асса» Сергея Соловьева. Его снимали именно в этом здании. Ну, а гостиница была построена до революции. В 1907 году харьковским архитектором Бикетовым. Это единственный проект Алексея Николаевича Бикетова в Ялте. А вот смотри, ты тоже говоришь Бикетов. Все-таки правильно Бикетов, да? Ну, мы в школе, когда учили химию, а его отец, по-моему, и химик, мы говорили Бикетов. Для меня это отличная загадка. Ну, хорошо, Бикетов, да, я буду знать. Пойдемте по верхней набережной, повернем направо, мимо гостиницы «Арианда», пройдемся. Но это уже не здание Бикетова, потому что в 1981 году Анатолий Полянский, архитектор гостиницы «Ялта им турист», полностью разобрал старое здание и заново воссоздал эту гостиницу, немножко ее видоизменив. Снаружи вроде бы модерн, а внутри советский постмодернизм, такой партийный номенклатурный отель, потому что здесь останавливались, прям, интурист останавливался в 70-е, 80-е годы. До этого гостиница была облюбована МГБ, КГБ, НКВД, а еще раньше, поэтому у нее всегда был высокий статус. Вот, и отсюда начинался Приморский парк. Сегодня здесь начинается новая наша набережная, она в виде трех ярусов. Современный метод Звата, смотри, какой прекрасный современный метод доставки товаров. Это вместо роботов Яндекса. Вот раньше здесь был просто Приморский пляж внизу, а в 2019 году продлили прогулочную часть набережной исторической, которая полтора километра, добавили три яруса. Нижний ярус — это непосредственно пляж, а мы пойдем по верхнему к Приморскому парку. И сейчас заглянем на вот этот ярус, чтобы полюбоваться красотой моря зимнего. Сегодня у нас классная погода. Вы хотите, ребята, полюбоваться красотой? Ты хочешь полюбоваться? Да, он хочет. Поскольку у нас экскурсия сегодня для одного человека, раз он хочет... Диспатичные экскурсионеры. Диспатичные вообще. Мы деспоты! Молодец, да. Ну, мы там, кстати, рыбку ели вот там внизу как-то, я помню. Итак, приступаем к Львованию. Сейчас покажу вам, как выглядел Приморский пляж в советские годы. Вот это, кстати, снимки для американского журнала Life. 1958 года выпуск. Ну, тут не только есть пузо. Смотрите, как много было людей в сезон на Приморском пляже. И, ну, купальники того времени. Сам себе. Стройные девушки загорают. Галька очень крупная наша, ялтинская. Да, сейчас ее там поуменьшилось количество гальки, я смотрю. Фотографы вот такие ходили, предлагали услуги. В общем, Приморский пляж был очень популярен. А еще до революции здесь был детский пляж доктора Лапидуса. И краеведы говорят о том, что это самый первый детский пляж в Российской империи. Именно в этом районе Ялты. Но это для каких-то больных детей или просто детей? Да, да. Доктор Лапидус. Я думаю, что там туберкулезные заболевания, вероятнее всего. Вот они, дети. Здесь на Приморском. Вот. Даже. А вообще территория Приморского парка, куда мы с вами сейчас пойдем? Пойдемте вот сюда. Вот эта часть, по которой мы сейчас идем, она принадлежала с 1890 года известному французу в Петербурге. Он был шеф-поваром императоров Александра II и Николая II. Звали его Пьер Кюба. И у него в Петербурге был ресторан Кюба, да? Да, светится имя твое. На Малой Морской, да, напротив ресторан Дюсо. Приходите ко мне на экскурсию, я вам покажу, где это было. Вот Ялта и Петербург перекликаются постоянно. Это такая маленькая столица культурная и тоже очень насыщенная в плане истории и культуры. И вот Кюба хотел здесь построить новую набережную, бетон каменную, еще в начале 20 века. А ее построили в 2019. Чуть-чуть опоздали. Да, то есть он смотрел далеко вперед, но потом оползни начались в Ялте. И сейчас я расскажу про них, а мы уже подходим к парадному входу в Приморский парк. Лестничные марши нас подвозят плавно к памятнику Максиму Горькому. 1956 года установки. А памятник вообще должен был стоять в другом месте Ялты, в сквере Калинина. Это такой маленький у нас сквер, находится тут рядом. Там сейчас памятник депортированным народам. Но главный архитектор Ялты на свой страх и риск, как рассказывала его дочь Наталья Петровна Старикова в интервью, отец его, Петр Андреевич Стариков, решил поставить памятник здесь. И согласовал это только с председателем исполкома Ялты. С Москвой не согласовывали. И они поставили этот памятник, открыли. Приехала комиссия, которая сделала им только выговор. Все остались на своих местах, потому что это было реально очень прекрасное архитектурное решение. Поставить памятник такой достойный, большой, на входе в Приморский парк. И за Горьким было две сосны пении, которые характеризовали его итальянский период жизни. Осталась только одна. Ну, Горькому было тяжко в Италии, там очень плохой климат на Капре. Он там еле выживал, да, поэтому пусть здесь стоит памятник. Ялтян был многократно, поэтому решили здесь установить. И его вдова Екатерина Пешкова присутствовала на открытии памятника 30 апреля 1956 года. Да, интересно. А сам парк, который мы сейчас будем смотреть, он входит в мой новый маршрут. Этот маршрут еще не обкатан. Вы вообще первые. На нас, как на подопытных свинках. Да. Тренируемся. Потренируемся. И этот маршрут... Ну, мы кусочек его пройдем. Приморский парк — это территория, которая называется, по определенных документах, как Чукурларский абразивный оползень. То есть здесь находится оползень, который доставлял неудобства всю первую половину XX века. И только после войны начали устраивать парк. До революции здесь были дачи русской аристократии, но они маленькие были домики, незначительные посадки, потому что неудобно. Чукурлар в переводе с крымско-татарско-турецкого языка — это яма. И здесь совместность была в ямах, в таких неудобных террасах, крутых склонах, поэтому особо не строили. А начиная с 6-го года, 1906, 1907, 1908, каждый год были оползни из-за обильных осадков. Так а оползни, они, получается, откуда шли, потому что города здесь далеко? Из Ливадии, спускались вниз воды. Что-то оттуда. Да, со стороны Магаби. Ливадия, царское имение. И кроме того, что было нереальное количество осадков, причиной был техногенный фактор. Внизу щебень добывали, и грунт не мог потом держаться. А вверху строили здания русской аристократии. И получалось, что все сползало в море. Поэтому особо и не строили. И только в 50-е эту проблему решили. Сейчас покажу оползень. В 50-е годы. Вот примерно в этом месте. Ага, да. И для того, чтобы ликвидировать его, когда появились уже технологии, в 50-е годы по вот этой главной аллее Приморского парка заложили ростверк. Это сеть колонн, железобетон, который держит теперь оползень. И тогда же, вот с 47-го года, начиная, все засаживается растениями, деревьями. 47-й год был самый голодный в послевоенном Крыму. Но люди приходили на воскресники. До 800 человек за один день работало в Приморском парке в воскресник. И высаживали деревья. Строили павильоны различные. Можно сказать, что вот 5 лет интенсивно с 47-го по 52-й. А потом появляются уже памятники. Парк становится главным прогулочным курортным парком в Ялте. Для отдыхающих, для приезжих. Да, да. Потому что Массандровский парк неудобен. Он слишком такой пересеченный, с пересеченной местностью. А здесь более-менее ровно. Но для того, чтобы нам было удобно гулять, машины в 40-е годы, техника вывезла огромное количество валунов, камней. А потом это все укрепили. Ничего здесь не строилось капитального. В 1997 году появилась первая гостиница в этом районе, отель Левант. А в 2000-е... В 1997-м только году первая гостиница. Да, да. Здесь были такие некапитальные строения. Например, ресторан Прибой. А туалеты, павильоны читальные, курзал в фильме Ассо. Для тебя шутка. Ресторан Прибой, а рядом бар Пригерл. Пиу-пиу-пиу-пиу. На самом деле, хочу ставить себе пять копеек про Массандровский парк. Действительно, может быть, для кому-то там неудобно гулять. Мне там бегать самый кайф. Потому что как раз вот эти вот нагрузки, вверх-вниз, они чуть-чуть тебя подготавливают к походу горам. Горы. Вот он. Ресторан Прибой. Ох. Оркестр по вечерам. В ресторане. Чтобы сейчас так было. Ну, это как бы дискотека, по-нашему говоря, да. И, да, они написаны, сколько посадочных мест. Ну, по-моему, там около 80 мест было. Туда мы пойдем сегодня с тобой. Верди. Ну, а вот эти высотки, которые мы с вами сейчас видим, они появляются уже в 2000-е годы. А сейчас говорят о том, что больше ни одно высотное здание в парке строиться не будет. А это правда, что мэр, когда вы спросили, ну, вот строят высотные города в Ялте, типа, как можно, он сказал, что первое зеленотрясение решит эту проблему. А, ну, это не мэр, говорят, а глава республики. А, да, глава республики. Ну, это так в новостях было. Не знаю, я не слышала, чтобы именно он сказал, но было такое в новостях где-то, прошло пару лет назад. Но все эти здания, они строятся с учетом сейсмоактивности, на самом деле. И архитекторы, они сожалеют лишь о том, ну, не только лишь о том, но в большей степени о том, что нарушена градостроительная концепция Ялты, города Сада. Ведь Приморский парк в советские годы это было роскошное место для прогулок. И эта растительность держала оползень. Единственное здание, сохранившееся с 1950-х годов в парке, это тир. И вообще у нас единственный советский тир во всей Ялте. У вас такие есть? Ты знаешь, я как-то не особо тирщик, я не знаю, как-то. Я в детстве этим увлекался, а сейчас я даже не могу сказать. Ну, хороший вопрос, выясню. Что у нас вообще, что у нас в Петербурге по тирам там? Вот на месте лотоса, с правой стороны ЖК, находилась такая изба-читальня в 1950-е годы. Ну, покажите-ка нам, смотри, какая здесь. А в 2000-е, когда я училась в университете, мы ходили сюда, в ночной клуб «Серебряная подкова» уже. И здесь, наверное, был разврат? Нет, вообще в парке было движение. То есть еще в 1950-е годы появился курзал. И молодежь сюда ходила на дискотеки. Когда я уже ходила на дискотеки в 2000-е годы, здесь было их несколько. Поскольку в Приморском парке никто не жил, не было никаких ЖК, вокруг домов нет, никто никому не мешает. Это очень удобно было. И какая-то клубная культура в Ялте была. Сейчас у нас ее нет. Но экскурсия не о клубах ночных Ялты. Мы плавно подходим к памятнику Антона Палчу Чехову, который находится в центре Чукурларского оползня. Вот он, эпицентр, куда сползали дома в начале 20-го века. Катя рассказывала, что у меня приезжали разные люди. И они, когда их водили по городу, они все время спрашивали, а вот это сколько здесь стоит? А вот это сколько здесь стоит? А это сколько здесь стоит? Ну да, вопрос недвижимости в Ялте всегда актуален. Я могу ответить, ребята, на вопрос. Дорого. Особенно в Приморском парке. Да, в Приморском парке дорого. Покупайте, вот, не скажу где, не скажу. Но там дешевле. Кстати, открытие памятника. Ой, какое место, здесь еще много. Как много людей. Да, и вот вдали видно только дом Министерства путей сообщения. Это КЧФ, ты знаешь, где это? Да, я туда хожу в бассейн за 390 рублей. И вот можно сравнить, как было и стало. Тоже 1963-2013. Вот уже видно высотку с левой стороны другую. А раньше дом Министерства путей сообщений выделялся. Ну, здесь он такой более позитивный, не как в Камергерском переулке. Удачный. Его делал Георгий Матавилов, дважды лауреат Сталинской премии, автор барельефных композиций на станции метро Калужская. Кстати, они здесь похожи. Матавилов и Чехов. А скульптор Леонид Поляков, соавтор, он был главным архитектором Севастополя 2 года. С 48 по 50. Не, хороший памятник. Просто мне надоел этот умирающий Чехов. Вот сейчас чихнет и все. Да, он здесь любуется морем. А здесь он так вот позитивненько смотрит на море. Записная книжка. Вспоминает свои похождения в Соболевом переулке в Москве. Вот на открытии присутствовала Мария Павловна Чехова, сестра писателя. Она же директор музея Чехова. В июле 1953 года открыли этот памятник. И завершила колоннада. Вот она поднимается вверх. 1954 года. Но за растительностью мы колоннаду не видим. Как видите, даже зимой Ялта зеленая. Отвратительно. Где снег, где сугробы, где мороз? В горах. На Ипетре. В Питере они все. Вон там. Да, в горах, да, согласен. А с левой стороны пляж отеля Левант, который до 1960-х годов ялтинцы называли Желтышевский. Желтышевский. Да, в честь поморского купца Желтышева, который сделал бизнес на забое китов. Ей был известен в Петербурге. Здесь он вкладывался в недвижимость. У него была дача отрадная, но она сползла в море после оползня. Вот там наверху находилась. Вот подъем к колоннаде. 1954 года колоннада. Сталинская такая, классическая. Авторы. А, так это мы сейчас поднимемся и на смотровую площадку выйдем, да? Примерно, да. Мы вот там и запарковались, на самом деле, кстати. Удобно будет дойти. А мы налево идем. Там наверху ЖК современные, многоэтажные, 2000-х годов. А почем там, Катя, вот квартиры? Вот жители сибирских и уральских городов интересуются. Там цены растут каждый месяц, поэтому я уже даже не знаю. Да не только в Ялте они растут, конечно. Но очень большой разлет, конечно, у моря и не у моря, хотя, не знаю. Здесь парк, и это такая самая дорогая зона. Считается, что все эти здания элитные, элитного класса. И никто уже вокруг строиться не будет. Вот с левой стороны Левант, который мы проходим, он один из первых. Он 97-го года. И начало 2000-х отель Приморский. Вот они первые, кто появляются в парке в 2000-е годы. Это еще при Украине было? Да. Ну, по-моему, уже после 2014-го года здесь всего два здания или три ввели в эксплуатацию. Большая часть, 2010-е, еще тогда была построена. Связано это с тем, что тогда было проще получить разрешение на строительство здесь, как ты думаешь? Ну, это, скорее всего, было связано с тем, что еще не застроенная территория. Ну, может быть, и второе с документами. Я правильно понимаю, что здесь, в принципе, уже запас строительной площади вычерпан? Что больше здесь исчерпан, да. Ну, это достаточно сложно строить в Ялсе, потому что везде подземные воды. И участок может быть непригоден для жилого строительства. Потому что вот наводнение в прошлом году, оно повредило очень много зданий нежилых, в которых жили люди. Мы об этом не скажем нашим потенциальным покупателям. Мы расскажем про другое. А про все возможные в прямом смысле слова подводные камни мы умолчим. Поэтому вы когда будете смотреть, что покупать, вы бы все-таки включали бы мозги, особенно касательно новостроек. Да, все-таки Николай Петрович Краснов, еще дореволюционный архитектор, был за двух-трехэтажную архитектуру, которая и вид не нарушала, и сейсмоустойчива была. Здесь летом работает музыкальный фонтан. А вот это сейчас на реконструкции? Да, на реконструкции Приморский. У них там спа с бассейном. Я сначала сюда хотел с тобой пойти, тут дешевле просто, чем там. Да, да. А вот здесь такой интересный ресторан-фабрикант. У них там пивоварня за стеклом, и можно увидеть, как делается пиво. Можно пойти на экскурсию в эту пивоварню. И там все в стиле русской ривьеры начала 20-го века, в стиле модерна. По-моему, с 2007 года действует этот ресторан. Мы подходим к конструкции карта Черноморского и Азовского побережья. Нужно было как-то сделать переходы между верхней частью парка и нижней, куда мы сейчас направляемся. И мы сейчас этот переход посмотрим. Там внизу мы увидим бассейн и колоннады. Слева и с правой стороны ялтинских советских архитекторов. А с правой стороны высотки. Вот посмотрите, наши дубаи ялтинские. Вот, ну, каждый, я думаю, что вы узнаете эти города. Это Азовское побережье. Вот здесь должен был быть Петербург. Есть. Крымский мост недавно появился. То есть, сначала была эта композиция, но без моста, да? Да. А потом... Это забавно. А потом мы взвели мост. Да. Там дальше Турция будет. Раньше очень много было у нас и турецких гостей, потому что по Черному морю можно было быстро добраться. Ну, как и, наверное, в Петербурге. Но у нас, наверное, больше. Нет, ну, у нас те, кто по Европе путешествует... Ну, здесь именно в Ялту приезжали, потому что это было удобно по морю добраться. Здесь находится веревочный парк. Вы можете себя испытать на смелость. Нет, я слишком труслив. Сосны пения, что касается пройтись по... Ну, да, там на палубы ковырят. По таким специальным тропинкам. Сердце просто не выдерживает такого испытания. Да. А вот эти растения, которые мы видим, в принципе, они характерны для всех парков Юбыка. Кипарисы, кедры. Вот сосна пения с розоватой корой с правой стороны. Пения в переводе с итальянского сосна. И парк засаживался тогда в конце 40-х, в начале 50-х годов. В конце, по-моему, в 52-м году был сделан вот этот переход, лестничный марш в Розарий. И была такая организация, курорт Зеленстрой, которая занималась выращиванием роз. И самый большой Розарий, курорт Зеленстроя, находился именно в этом партере. И розы отсюда продавали за границу, а также в разные города Советского Союза. То есть настолько он обильный. Но местные газеты отмечали, что зимой жители города и отдыхающие выкорчевали половину роз. Камер не было. А если так не по-русски? Вот здесь, кстати, реконструкция была пару лет назад, в этом парке. И сделали такой фонтан. Он же современный, и раньше здесь не было фонтана. А там был проход за теннисным кортом вдоль кипарисов на пляж Дельфин. Но его сейчас застраивают и в проекте города продлить там набережную от Ялты, от Приморского пляжа до Ливадии. И сделать такую большую прогулочную зону. И дорожки еще подложить велосипедный был у вас. Ну да, потому что у нас сложно найти ровную местность, чтобы прокатиться на велосипеде. Раньше это была только набережная, теперь добавился Приморский пляж. И потихоньку каждый год они открывают новые карты пляжей здесь. Те, что раньше были загружены металлом, бунами, расчищают их. Инвесторы вкладывают в строительство зданий и вместе с тем реставрируют набережную. Скажи, пожалуйста, ты всю жизнь ведь живешь в Ялте? Нет. Нет? Нет. Я живу в Ялте 15 лет. Так вообще я крымчанка, но переехала сюда в 17 в университет и осталась. А, в смысле здесь местный университет? Да, да. У нас в Ялте есть университет, это гуманитарно-педагогическая академия, которая готовит педагогов и работников сферы туризма. Насколько... Я правильно, что мы к концу подошли? Да, да. Я просто тогда вопросы позадаю. Какие можно? Насколько 20-21 год пандемия повлияла на приток людей сюда? Оно положительно повлияло на приток людей сюда, потому что Крым с 2014 года был закрыт для иностранного туриста. Именно тогда, в 2014-2015, испытал нехватку гостей. Ну, за счет того, что наши туристы ехали, российские, украинские туристы приезжали, держалась туристическая сфера. А после 2020 года, когда за границей, наоборот, не работала, Италия, Греция, Турция, огромное количество наших соотечественников поехало в Ялту. И, конечно, Ялта по посещаемости вернулась к временам, до распада Советского Союза. Что-то показатели, как 80-е годы. То есть положительно это все отразилось на туристической сфере. Вот хочу сказать вам, что там, где сегодня вот это красивое Зазеркалье, ЖК Зазеркалье, раньше был вход в Приморский парк со стороны улицы Коммунаров. Там стоял олень. Олень пропал. Вот такой. Вот он смотрел на Ялту. Еще пусто. А сейчас там Зазеркалье. На шестнадцатом этаже у них бассейн Инфинити. Да, я читал про это. Но в то спа мы не пойдем, Женя, потому что там даже для нас чудо как-то. Один из последних ресторанов, ЖК, построенных в парке. И там у них находится ресторан The Mad Cook Ялта, у которого сейчас акции ресторана авторской кухни. А здесь есть кафе. Хочу вам показать его. Давай, давай. Поскольку вот эта часть экскурсии, по которой мы сегодня прошли часть маршрута, она входит в будущую экскурсию Ялта Гастрономическая, а в конце мы с экскурсантами пойдем в кафе Дружба, которое основывается на русской и украинской кухне и готовит ребята из местных продуктов наших крымских. У них свои авторские блюда по доступным ценам. И владельцы этого заведения, они молодые, творческие, креативные, и предложили сделать такой совместный продукт. То есть экскурсия с дегустацией тех блюд, о которых я буду рассказывать на маршруте. А вот вообще сколько у тебя сейчас маршрутов по Ялте? Сейчас машина проедет? Именно городских маршрутов семь. Плюс дворцы, которые, ну, общепринятые, общеизвестные достопримечательности, с которых, собственно, я начинала. Как вообще обстоит дело с гидами в Ялте? Ну, экскурсоводов, гидов в Ялте всегда было очень много. Это работники-интуристы, гиды-переводчики. И это экскурсионное бюро. Оно работает с незапамятных времен. Можно сказать, что здесь экскурсионное дело зарождалось в 1890-е, когда был создан Крымский горный клуб. Но в последние годы, может быть, лет пять еще назад, в основном экскурсоводами по городу, наверное, работали люди старшего поколения, старше нас. Ну, в последнее время профессия становится популярной. Я думаю, что пандемия сыграла свою роль. Появилось очень много гидов, именно не экскурсоводов, а гидов, которые знают места, могут показать, могут сопроводить и отвезти. А экскурсоводов все-таки не так уж много. Тут надо пояснить, что Катя оперирует еще классическим понятием, что экскурсовод – это на самом деле тот, кто ведет экскурсии. Гид – это вообще гид-переводчик, то есть есть официальный сопровождающий. Но вот у нас, кстати, я читал, в Питере посыдно… Показывают, как пройти гробнику. Да, уже уравняли примерно. И гид, экскурсовод – это оно тоже. Ну, универсальность тоже почему нет. Вот там внизу проход на городской пляж «Дельфин», где было всегда меньше людей, чем на Приморском. Мы видели на фотографиях Приморский пляж. А вот здесь как раз-таки разместили это кафе «Дружба». И мы здесь будем завершать нашу прогулку в будущем и сегодня. Давай еще я тебе пару вопросов задам. Вот люди, которые приезжают сюда… Ну, вообще, как бы ты охарактеризовала сама Ялту? И вот как бы ты посоветовала людям, которые планируют сюда ехать, и в какие времена года, вот чем Ялта прекрасна? И чем она, может быть, даже ужасна? В зависимости от того, что хочет получить человек, который едет на отдых в Ялту. Если пляжный отдых и летом, то здесь достаточно тяжело. Городской пляж, да, общедоступный, например, а не какой-то санаторный, он переполнен. Плюс, наверное, летом все-таки Ялта – это город для таких активных людей физически. Ты сам говоришь, что тебе нравится ходить по парку. Есть люди, которые не особо любят на отдыхе вот эти все физические нагрузки. И хочется, может быть, на песке полежать. Поэтому нужно четко понимать, что ты хочешь от отдыха. Если летом лежать на пляже, то, может быть, это либо какой-то отель со своей пляжной картой, либо город с песочным пляжем, там, Феодосия. Но есть те, кто любит Ялту и летом, безусловно. Самый большой поток туристических у нас в июле-августе. И они, эти люди, совмещают самые разные виды отдыха. И пляжный, и культурный, походы по музеям, и туризм. Это походы в горы. То есть Ялта, она максимально концентрирована в любое время года. Очень красивая осенью, более спокойная. Сентябрь, октябрь, еще можно купаться в море. И всегда считалось, что это самый лучший сезон. До революции он назывался шелковый. В советские годы бархатный. Потому что уже не так много гостей, дети в школе. Приезжает такая публика постарше. Она более внимательна на экскурсиях, что всегда отмечалось в музеях. И, ну, в целом, как бы в городе поспокойнее. А чтобы отдохнуть, релакснуть, отдохнуть от цивилизации, наверное, нужно приезжать зимой, вот как ты приехал. В феврале. Очень спокойный месяц. Нет никаких пробок в Ялте. В любом кафе можно сесть. Многие переезжают в Ялту на зиму пожить в последние годы. Это вот моя мечта. Моя мечта. С октября по апрель пока... Ну, с октября не смогу, но хотя бы с... Вот ноябрь, декабрь, я всегда говорю, это время, когда хочется куда угодно. Хоть в Сенегал. Но только бы из Питера. Весна тоже очень красивое время года и ароматное. Конец апреля, май. Конечно, майские праздники здесь очень много людей, но не все могут в будни приехать, а приходится приезжать в праздники. И есть небольшой ажиотаж. Я всегда за то, чтобы экскурсии проводить, отдыхать. Я сама люблю, когда не праздничные дни. И май – это вторая половина, апрель – конец месяца. Каждую неделю новый аромат, начиная с апреля по конец июня, пока не началась жара. Когда жара происходит? До скольки доходят там градусы? Ну, на самом деле, у нас жара в Ялте переносится зачастую легче, чем в Степном Крыму, где нет растительности. Обычно это вторая половина июля, иногда начало августа. И, ну, может быть, на жаре плюс 40, на солнце, на солнце. Ты, наверное, не ходишь в платье до колен в такое время, не ходишь? Да, достаточно сложно. Мы рассказываем, какая у вас чудесная кухня, дружественная и так далее. Да, не переживайте. Ну, вот, что касается вообще людей, которые ходят на экскурсии, они понимают, что они приехали в Ялту, и что гид не обязан там, так сказать, в костюме при галстуке их встречать. Ой, такого вопроса вообще никогда не было со стороны экскурсантов. Тем более, это нестандартные прогулки у меня. В основном, они заранее подписываются в Инстаграме, когда едут, и там договариваются. И они уже перед поездкой немного на меня посмотрят. Они смотрят сториз, могут посты почитать. Или же это постоянные подписчики, они, в принципе, знают стиль моей одежды и ничего такого не ждут, и никогда об этом не говорят. Ну, я так понимаю, что у вас уже есть некое комьюнити здесь, да, сформировавшись, там, гиды, ательеры, значит, какие-то специалисты вообще туристической индустрии, вы там постоянно встречаетесь, там, квартирники, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это, как бы, есть вообще мысль, чтобы это вылилось во что-то, в какую-то ассоциацию неформальную? А у нас есть ассоциация гидов, да, только я в ней не состою. Позор! Ну да, мы были гидопереводчики, а я же все-таки музейный работник была 10 лет, и я немножко была не в этой теме, а сейчас уже постепенно вливаюсь в тему именно экскурсоводов по городу, по Крыму, а до этого я все-таки больше музейный работник была в той сфере, в той среде. Если говорить про, допустим, жилье и прочее, вот у людей есть какая-то, у многих в голове история, что нужно снять жилье прямо рядом с морем. Хотя Ялта, она вот такая вот, да, и, может быть, ты вот, с точки зрения местного расскажешь, что совершенно не обязательно снимать жилье у моря прямо. Ну да, зависит от человека и его физических способов. Нет, понятно, что если, как бы, человек плохо ходит, то это понятно, да. Ну а если он не плохо ходит, а просто плохо соображает и ленивый. До революции вот все эти особняки, дачи русской аристократии, строились на уровне 140-200 метров над морем, потому что именно на этой высоте соединяются воздушные потоки, морские бризы поднимаются, а горные фитонциды спускаются и объединяются в кислородный коктейль, который как раз-таки убивает болезнетворные микроорганизмы в наших легких. Палочка Коха? Палочка Коха, да. Да, да, фитонциды кедра убивают палочку Коха. Поэтому в зависимости от заболевания человека. Почему после войны делалось курортное районирование, то есть специалисты, они исследовали наши микроклиматы, а в Ялте их более 20, и распределяли санаторий. Здесь терапия, здесь верхние дыхательные пути, здесь там сердечные заболевания. В зависимости от микроклимата поселка Большой Ялты. Обалдеть. Так что нужно так подходить к своему проживанию в Ялте. Вот это даже я, так сказать, сейчас на ус себе намотал. То есть видите на самом деле, что как бы каждая высота и каждая широта... Где-то может быть влажно, а где-то по суше. А вверху сосны. Там для тех, у кого проблемы с дыханием, или может быть восстановление после ковида. Восстановление после ковида, да. Это очень круто. Кардиология более ровная местность. Вот Левадия, Левадийский дворец, это была кардиология. Но Массандра точно не для кардиологии. Массандра, но там есть долосы, это верхние дыхательные пути. Вот, кстати, побываю в долосах, потому что там крутая тропа, живописная в ущелье Учкош. И там наш сосновый лес, вот эта сосна Паласа, или сосна Крымская, которая в четыре раза смолистее, чем другие сосны. И когда она накаляется, невероятный аромат стоит в этом сосновом лесу. О, божечки. Ну, это надо в теплое время совсем приехать. Да, это когда уже весна будет, в мае, запахи эти. Хорошо, Катя, большое спасибо. Значит, вот вам немножечко еще лайфхаков в конце. Ну, соответственно, я размещу у себя внизу там ссылки на Екатерину. Солнце. Да, сейчас еще... Это ее фамилия, не Павел Перес, как в моем случае, да. Сейчас еще пару закадровых анонсов от меня. Я надеюсь, что аудиофилы уже отписались о том, что микрофон иногда немножко терся о курточку. Ребята, сорян. Но я думаю, что в целом это не повлияло на восприятие данного ролика. К сожалению, мы живем в очень жестоком мире, где приходится терпеть и такое. Ну, а если вы готовы терпеть мою персону, то вот, пожалуйста, 19-го, экскурсия 20-го лекции серии «Романов без соплей». В Москве лекция уже следующего цикла «Романов без соплей» 26-го. И готовы анонсы на мартовские праздники 6-го, 7-го, 8-го числа. Все это есть на сайте, ссылку на которую вы найдете внизу. Там же вы найдете ссылку на аккаунт в Инстаграме Кати. И там же вы найдете мои книги. «Путеводитель по Невскому проспекту», книгу о пиаре во время русско-японской войны и остро-социальный роман «Корень». Также их можно купить после моих мероприятий. В этом случае я их подписываю. На этом все. Оставляйте комментарии. Приезжайте в Крым, в Ялпу в частности. Увидимся. Пока. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...